У нас одна частота, мы кого-то ловим. Смотрите, еще раз. Ваня вообще в курсе, что его обыскивать будут? Ты его предупредила? Отлично, хорошо. Птичка в клетке? Повторяю. Птичка в клетке. Один-один, один-один. Ловит, у тебя ловит? Птичка в клетке. Слушай, какая атрицация. Да, вообще круто. Слушай, очень красивое место вы нашли. Короче, вы все помните? Нет, брат. Так будет интереснее, мы разберемся. Все уже здесь. Ну что, добро пожаловать. Ваня ведущий. Я знаю, я ведущий. Ну ты да. Может быть у него ты можешь спросить? Скажи, Ваня, где будет бутылка? Потому что ты будешь его обыскать. Я выпитаю ее информацию. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости, леди, джентльмены, близкие, родные, самые-самые дорогие люди для Руслана и Александра. Здравствуйте. Еще раз, теперь уже официально. Так, встречаем. Наш жених, Руслан. Ваши аплодисменты. Принял. Что происходит? Что происходит? Я видимо вас уже помыла. А сегодня будет шабаш. Субтитры сделал DimaTorzok Птичка в клетке. Повторяю. Птичка в клетке. Четыре года, шесть месяцев и десять дней назад, вечером нашего первого свидания, я сказал, что я тебя люблю. За это время мои чувства лишь множились, и я пронес их вплоть до этого момента прямо сюда, чтобы признаться тебе еще раз. Наша любовь развивается с каждым годом, раскрывается как вино, и может быть не судьбоносно, что мы отмечаем здесь, на винограднике. А винодельнике сейчас 15 лет, и вообще Ван Орди переводится как солнце города Ван. Это такая специальная машина для тряски. Туда в первую очередь засыпается виноград, и она резкими короткими движениями вот так его перетряхивает, чтобы одинокие ягодки, которые как-то испортились, уже не держатся за ветки. Последнее размещение перед превращением в вино. Если мы будем готовить розовое или красное вино, мы туда направим только красный виноград. Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому это всего лишь вопрос нескольких часов. Странник, ты куда? Ты удивительный человек, изменивший мою жизнь. Это поэтому вы с ней. Ты поставила меня на лыжи, приобщила к опере, заставила получить права, сформировала мой вкус в кино. В кино. Стой, 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 стой. Одухотворенные пальчики. Только медленнее, медленнее. Почему? Ну вот так нормально. Замедлено. Вот так вот. Я благодарна тебе за наше совместное открытие, что любовь не надо испытывать на прочность, а надо беречь друг друга. Ну вы знали, кому на свадьбу пришли, так что. Я помню день, когда мы познакомились. Я еще не влюбилась. Но вдруг ощутила что-то родное в твоем взгляде. Что-то очень теплое. Ты знаешь, как сложно мне даются часы разлуки. Я хотел бы, чтобы мы как можно реже оставались порозы. Конечно, не это является причиной нашего брака. Дело в том, что я не знаю, как жить без тебя. Я просто не понимаю, как и не хочу. Дорогие наши близкие, друзья, огромное вам спасибо, что вы приехали на нашу свадьбу. Это невероятная радость, чувствовать вашу любовь, что вы все собрались. Это просто, ну я не могу, наверное, на самом деле я вчера, когда уже увидела часть своей семьи, просто мурашки. Это была дальняя дорога для всех, для кого-то это был первый перелет. Для кого-то это был страх на границе, ну туда-сюда. Поэтому давайте все кушать, давайте пить, веселиться и наконец-то отдыхать. Ура! Новый год в вашей жизни. Мы ждем от вас правильных решений, побед. Дорогие мои дети. Вы сегодня такие красивые, такие счастливые. Руслан, береги Сашу. Радуй ее. Мне кажется, что ты даже не представляешь, сколько ты для меня значишь. К тому же ты постоянно спрашиваешь, насколько я тебя люблю. А я стараюсь запомнить число, что я называл в прошлый раз, чтобы ни в коем случае не назвать меньше. Сегодня я выхожу за тебя замуж, делаю это с чистым сердцем, с готовностью провести с тобой жизнь. Наверное, по шкале от 1 до 10 на все 200 миллионов. Пусть с тобой она цветет и порхает от счастья, как всегда обычно она делает. Но с тобой эта бабочка раскроется и станет великолепной бабочкой. Я счастлива видеть, насколько крепче становятся наши отношения, чувства. Я обещаю, что буду тебе опорой в будущем. Обещаю, что вместо скандалов буду отдавать предпочтение диалогу. Еще сну и еде. Нам придется отвечать за свои слова, поступки. Нет, так мы договорились пошли. Субтитры сделал DimaTorzok Ты сегодня незримо открыл маминое сердце. Но этот маленький замочек с этим небольшим золотым ключиком пусть останется у тебя. И ты теперь становишься хранителем маминого сердца. И там, где написано «Мама», этот кусочек я оставлю себе. А там, где написано «Дочка», мы отдадим Сашу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выходи, пожалуйста, еще разок. Пожми руку. Спасибо. Леонид Викторович, еще раз ваши аплодисменты. Руслан, мы тебе вручили вот эту нашу любимицу, нашу доченьку. Так что, теперь спрос в себя гораздо выше, ответственность. Ну и тебя, конечно, тоже тебя вручили, Руслана. Знаете, настоящая любовь приходит с жалостью. Жалеете друг друга. Вы оба яростные, горячие. Вот во всем. Жалеете друг друга и берегите. Это и есть любовь. Спасибо! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Марин! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ведь сегодня мы становимся семьей. Это то, что я предлагаю тебе вместе со своей рукой и сердцем. И повторяю. Ровно как 4 года, 6 месяцев и 10 дней назад. Субтитры сделал DimaTorzok Я тебя люблю. Даже если бы ты была камушком. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Здравствуйте! Новая семья! Ура! Хорошло! Субтитры сделал DimaTorzok Ты знаешь, что мы с дедушкой... Сколько у нас уже брак? 50 с лишним или нет? Я как-то была уверена в этом человеке, что он жизни меня не подведет, что быть моей опорой, надеждой, другом моим. И тебе я также желаю для Саши быть таким же человеком. И, может быть, брать пример с нашего дедушки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова